Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка ответите без ошибок на все вопросы. Ставьте лайки, если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. А с какого советского фильма этот фрагмент? Ну дедулюшка, а помни? Ты что ж ты погоняется? Родному деду грозишь? Значит ты мне грозишь. Погоди, погоди, дедулюшка. Вот выпадут у тебя зубы. Я тебе жевать не буду. Лучше не проси. Это фильм «Нахоленок» режиссера Евгения Карелова, снятый и поставленный по мотивам донских рассказов Михаила Шолохова на киностудии «Мосфильм» в 1961 году. Главный герой фильма «Семилетний Мишка» с обидным прозвищем «Нахоленок» живет с матерью и дедом в одной из верхнедонских казачьих станиц. Выходки Мишутки являются в фильме предметом насмешек со стороны соседок-пересудок и сверстников. Сам Мишка становится очевидцем трагических событий, которые оставляют глубокий след в его детской душе. А в каком советском фильме Михаил Боярский исполнил песню «Ланфрен Ланфра»? «Ланфрен Ланфра» — это песня из фильма «Гардемарины вперед», снятого в 1987 году, где ее исполняет кавалер Добрильи, роль которого играет Михаил Боярский. Другое название песни — «Голубка». По словам кавалера Добрильи, во Франции эту песню женихи поют своим невестам. А теперь вопрос от подписчика нашего канала. Какую книгу Федора Михайловича Достоевского в фильме «Весна» взяла с собой Маргарита Львовна, чтобы не скучать в троллейбусе? Маринушка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. Маринушка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. А с какой попытки Деточкину удалось угнать «Волгу» Димы Семицветова в знаменитом фильме «Берегись автомобиле»? В фильме «Берегись автомобиле» Юрию Деточкину удается угнать «Волгу» продавца комиссионного магазина Димы Семицветова лишь с третьей попытки. В первый раз срабатывает сигнализация. Во второй Деточкин попадает в капкан, установленный бдительным хозяином после первой попытки угона. Тогда Деточкин подкупает крановщика, и тот, при помощи автокрана, поднимает гараж Семицветова. А с какой периодичностью на телеэкраны телевизоров выходила передача «Служу Советскому Союзу»? Служу Советскому Союзу. Еженедельная телепередача о войнах и для воинов, выходившая на Центральном телевидении СССР по воскресеньям в 10 часов ровно сразу после передачи «Будильник» с повтором по понедельникам. А какой выдающийся поэт подарил советским детям знаменитого дядю Степу? История создания героя Степана Степанова начинается в далеком 1935 году. Именно тогда первая редакция поэмы Сергея Михалкова была опубликована в детском журнале «Пионер». Поэма сразу же нашла отклик в сердцах юных читателей, благодаря небывалому росту, смелости и дружелюбию героя. С 1929 года по 1961 год столица этой союзной республики называлась Сталинобад. Какой республики? В 1929 году столицу Таджикской ССР Дюшамбе переименовали в Сталинобад, город Сталина. В 1961 году в городу было возвращено его исконное название, но в написании измененном на Душамбе. А что это за предмет советской эпохи на фото? Это советский органайзер для мелочей. Он содержал множество открывающихся отсеков. Кроме того, органайзер вращался вокруг своей оси. Правда, если крутануть его с усилием, кассеты открывались и из них все вылетало. Поэтому чаще такие органайзеры использовали не по назначению, а как детская игрушка. А сколько стоил билет на автодром в парке развлечений в 70-80-х годах? Одним из любимейших аттракционов советских детей и взрослых был автодром, на которых каждый мог почувствовать себя настоящим шофером. Чтобы покататься на машинках, нужно было заплатить 30 копеек. А в каком году на советские телеэкраны впервые вышла программа «Время»? 1 января 1968 года на Центральном телевидении СССР впервые вышла в эфир информационная программа «Время». Она стала главным инструментом идеологического информирования советских граждан. Программа освещала события, происходившие как на территории СССР, так и в других странах. Новости культуры, спорта, погоду. А как назывался многослойный салат с черносливом, который подавался во многих советских ресторанах? В советские времена салат Прага был визитной карточкой многих дорогих ресторанов. Но рецепт его очень прост. По сути, это тот же самый оливье, но не перемешанный, а выложенный слоями. Изюминкой салата был чернослив, который выкладывали сверху. А как называли круглосуточные группы в детском саду? Многие советские родители работали с утра до вечера, часто в ночные смены. С заботой о них в 60-е и 70-е годы в детских садах были организованы круглосуточные группы, так называемые пятидневки, где дети жили с понедельника по пятницу. Вечером, после 19 часов, когда более удачливых ровесников забирали мамы, папы, бабушки и дедушки, им читали сказки, показывали диафильмы и укладывали спать в 21 час. И только на выходных дети оставались дома. А сколько стоила пластиковая кукла Степка Бестыдник? На Кировской фабрике игрушек выпускалась кукла-мальчик со спущенными штанишками, которая называлась Степка Бестыдник. Игрушка из твердого пластика стоила 25 копеек. На Кишиневской фабрике игрушек выпускалась такая же кукла, но резиновая, и стоила она 65 копеек. Степка Бестыдник был отмечен многочисленными призами на международных выставках. А какие события истории СССР на этой картине? Написанной в 1961 году Олегом Ломакиным. Картина о Великой Отечественной войне, и в частности облакаде Ленинграда. Картина так и называется «Блокада Ленинграда». Она была написана в 1961 году Олегом Ломакиным, заслуженным художником РСФСР. Наиболее известен как график, портретист и жанровый живописец. Он сам принимал участие в Великой Отечественной войне, и в его работах отображены увиденные им события. А сколько стоил вызов Деда Мороза и Снегурочки от фирмы «Заря» в 1970-х годах? В СССР монополистам в сфере оказания бытовых услуг была фирма «Заря». Филиалы работали в каждом городе и районном центре. В «Заре» можно было заказать не только уборку квартиры, но еще много чего, включая поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи приходили по указанному адресу и вручали подарки всего за 1 рубль 60 копеек. Правда ли, что отрывные календари придумали в СССР? Первый отрывной календарь появился задолго до образования СССР, еще в 1886 году. До этого времени календари выпускались в дорогих переплетах, с богатыми иллюстрациями и были предметом роскоши. А книгоиздатель Сытин задумал создать дешевый календарь, который будет доступен всем. Так и появился первый отрывной календарь, который был сразу распродан 7-миллионным тиражом. Уже тогда на страницах печатали полезные советы, биографии, басни и прочую информацию с целью просвещения населения. А как назывался этот советский жилет с электроподогревом? В 80-х годах в Намалинской швейной фабрике начали выпускать жилеты пингвин со встроенным электроподогревом. В комплект также входили подогреваемые стельки в обувь. Пингвин питался от 12 вольт и подключался к борт-сети. Комплект стоимостью 25 рублей 30 копеек предназначался для водителей грузовой и строительной техники, но его активно эксплуатировали и представители других профессий, которым приходилось работать на холоде. А из какого известного мультфильма эта девочка? Эта девочка-служанка из мультфильма Щелкунчик 1973 года. После новогоднего бала она занималась уборкой и нашла брошенную игрушку Щелкунчика. А оказалось, что это заколдованный принц. А в каком из этих фильмов не снималась Людмила Гурченко? Людмила Гурченко, культовая советская актриса, ставшая символом целой эпохи отечественного кинематографа. В фильме «Женитьба Бальзаминова» сыграла Устинью. В «Небесных ласточках» исполнила роль мадемуазель Карины. В «Сибириаде» сыграла Таю Соломину. В картине «Чародей» задействована не была. А теперь традиционный бонус «Вопрос без ответа». Вспомните, как зовут этих дикторов советского центрального телевидения за 1988 год, показанных в данном коротком сюжете. Добрый вечер, дорогие друзья. Пятую заключительную серию телевизионного художественного фильма «Гости из будущего» смотрите завтра в 17 часов 5 минут. Уважаемые товарищи, сегодня в рубрике «Актуальный объектив» премьера телевизионного документального фильма «При свете дня». Дорогие мои товарищи, предлагаем вашему вниманию документальному фильму «Несколько строк и сводки происшествий». Вступительное слово перед фильмом заместитель начальника в НИИ ЛВД СССР генерал-майор милиции Статкуса Владимира Францевича. Дорогие товарищи, напоминаем вам дальнейшую программу праздничного дня. Премьера документального фильма «У меня есть тайна» состоится через несколько минут. В 14 часов 5 минут впервые на нашем экране художественный фильм с заявным преимуществом. Творческое объединение «Экран» представляет сегодня в ней документальный фильм-репортаж о судебном процессе по иску Ивана Тимофеевича Шиховцова к редакции газеты «Советская культура» и писателю Олесю Адамовичу в связи с публикацией 19 мая статьи «Накануне». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Знакомьтесь, молодые кинематографисты». Ведет передачу кинорежиссер Саввы Яковлевич Кулиш. Вы смотрели художественно-публицистический фильм «Риск-2». Шахматный выпуск продолжает нашу программу. Дорогие товарищи, сейчас прозвучит концертный вальс Александра Глазунова в исполнении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Дирижер – Народный артист Советского Союза Дмитрий Китаенко. Прожектор перестройки. В этом выпуске речь пойдет о проблемах протезирования. Прозвольств событий в мире в 23 часа 15 минут. В 23 часа 30 минут в нашей вечерней программе выступление английской группы «Юритникс». Это фрагмент концерта на стадионе Уэмблии, посвященного 70-летию со дня рождения выдающегося борца за права коренного населения Южной Африки Нельсона Манделлы. Напишите свои варианты ответов как зовут этих дикторов в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах.